всем добрый день это мой видео отчет дистанционном лечении в центре бердавит хотелось бы рассказать и поделиться результатами лечения подробнее сказках и о медитациях чтобы хотелось сказать сказки иосифа это просто волшебство какое-то лично для меня для моего ребенка ставим каждый вечер сказки для деток разная там направленности скажем так и вот была недавно такая ситуация и она повторилась второй раз вчера и вот очень захотелось об этом поделиться артем капризничал вечером уже видно хотел спать но в то же время он требовал телефон он хотел играть свои игрушки смотреть мультики и очень нервничал я поставила сказку иосифа сказка об артеме вот там такая есть чудесная сказка и мой ребенок через время перестала плакать перестала стереть и так прям быстренько уснул это происходит довольно так часто что сказки таким каким-то успокаивающим действием обладают почему не сказано рада и еще есть медитации на оздоровление ребенка на оздоровление себя медитации на омоложение я это все стараюсь периодически делать и вот правда здорово результаты просто потрясающие когда делаешь на оздоровление ребенка вот ощущение внутри что чувствуешь и знаешь где у него в каких областях в каком на какой части тела у него вот эти вот проблемы и вот прям и успокоение идет и ну потрясающе просто вот пожалуй у меня все спасибо всем привет я даша мама кирюша хочу поделиться нашими новыми достижениями нашими улучшениями в общем хочу рассказать что на улице при встрече кирюша у нас всегда здоровается за ручку когда уходит машет пока пока говорит как а что означает пока и по настроению может послать воздушный поцелуй это конечно он делает только когда мы его попросим или подведем к ребенку или взрослому но все же он это делает вчера когда мы выходили гулять возле подъезда стоял сосед мы повели кирюшу с ним поздороваться он ему дал руку на сосед еще стоял курил кирюша сказал фу я считаю что это тоже достижение потому что ребенок озвучил свою реакцию то есть показал свое неприятие к запаху затем вчера тоже возле подъезда лежал яркий чей-то красный мячик кирюша естественно к нему понесся взял его в ручки мы его остановили сказали нельзя без разрешения брать чужие вещи это не твой мячик давай положим на место там где он лежал мы его положили кирюшка больше его не трогал вот то есть он понял что вещь не его трогать нельзя также недавно он научился крутить педали на велосипеде на своем трехколесном на его велосипеде есть педали которые не крутятся можно просто поставить ножки и есть обычные крутящиеся педали так вот он понял их механизм начал крутить педали и по нашей просьбе и когда захочет еще хотела сказать что сегодня кирюша впервые шел за ручку с мамой и папой мы его не удерживали как обычно он никуда не несся он сам захотел идти пешком держать за наши руки мы прошли наверное метров 300 его вообще нисколько не удерживали не были мы напряжены обычно как будто гуляли вот он катал братика мы безумно благодарны центру беер давид нашим волшебникам здравствуйте меня зовут оксана сына моего зовут ростислав ему 5 лет последний сеанс давидом был у нас три дня назад вот между сеансами перерыв был в неделе так вот за это время ребенок у меня научился сам раскачиваться на качеля не только научился раскачиваться у него но у него появился огромный интерес качеля также не до дня пришел ко мне в кухню взял за руку и повел со словами покакала жопка так смешно было вот значит также все чаще и чаще и без моего напоминания ходит сам на унитаз делает дела и смывает его не обязательно после этого моют руки вот значит также научился утирать попку в душе конечно сам но под моим еще присмотром сам купается вот хочу сказать благодарные слова давиду иосифе за все наши страны в этом коротком видео я хочу поделиться нашими небольшими продвижениями вперед я я нам мама лазаря хочу немножечко напомнить у нас последнее общение с давидом было перед комиссией и давид сказал напутственное слово лазарю чтобы он был серьезнее вел себя как взрослый тоже не маленький мальчик 6 половиной лет даже больше уже в октябре будет 7 и мы с успехом прошли комиссию давиду за это большое спасибо многократно уже говорила и вот прошло месяц наверное сколько времени до около чуть меньше месяца прошло и я начала замечать вот сегодня довольно четко уже поняла что лазер стал более самостоятельным в речи у него более четкие изъяснения он практически все может объяснить что ему нужно уже без всяких нервов без стрессов повторяет все не нервничает воспринимает договоренности то есть уже вот прям повзрослел чуть стал старше не на и свой возраст конечно к сожалению пока но уже бы движемся уже прям даже два-три шага вперед сделали и я это вот сейчас связала воедино последние наши события естественно это с напутствием давида он очень внял его просьбе наставлению согласился и вот по сей момент выполняет я думаю что мы дальше будем двигаться уверенно так что вот пока пока все на данный момент доброго времени суток всем кто смотрит этот видеоролик это мой второй видео отчет о моем знакомстве с давидом и о дистанционном лечении который он проводит с моими детьми хочу напомнить меня зовут наталья у меня двое детей шесть половиной софия диагноз аутизм и три года моему сыну буквально недавно исполнил зовут его кирилл норма типичный ребенок однако очень часто страдает заболеваниями дыхательных путей то есть ларингит у нас это как за здравствуйте два раза в месяц месяц мы катаемся на скорой помощи вот буквально в апреле попадали в реанимацию на этом фоне и недавно нам вообще поставили диагноз бронхиальная астма тяжелой формы буквально день-два назад у нас прошла произошла ситуация очередная кирилл значит заболел у него поднялась температура температуру ничем не могла сбить то есть ближе к 40 39 6 39 4 я вот сбивая там час полтора температура снова поднимается вечер я вызвала уже скорую помощь параллельно позвонила написала давиду смотрю давид прочитал мы сообщение в отцапе и перезвонил и провел буквально до приезда скорой помощи 33 минуты может быть три-четыре минуты сеанс мы с давидом попрощались приезжает скорая помощь ребята начинают осматривать кирилла слушают язычок смотрят все я держу кирилла на руках и чувствую что он скажем так начинает остывать и в ребят давайте еще раз попробуем температуру замерить замеряем температуру кирилла температура на ровном месте буквально без лекарств без уколов без чего становится 38 но постольку поскольку кирилл часто болеющий ребенок ребята нам просто посоветовали поехать все-таки в больницу был примерно час ночи уже и я осталась софи бабушка поехала на скорой помощи через часа два час где-то вот так вот они возвращаются и моя мама рассказывает я просто говорит приехал туда врачи в недоумении подряд зачем мы нам здорового ребенка привезли вот на следующий день то есть ночь у нас прошла спокойно на следующий день все это буквально было вчера кирилл носится уже торпеды однако вчера также у меня сильно заболела свет тоже температура ничего не кушает рвет понос то есть я ее в течение дня от павел от павел температура поднимается я сбиваю на 5 поднимается вечером я написала давиду внутри давид сообщение не читает понимаю что он занят но начинаю просто ему бомбить ватсап на видео в конечном итоге давид мне ответила я видела что он был занят он был с людьми тем не менее провел сеанс кратенький такой тоже может быть буквально три минутки сеанс прошел ночь у нас прошла хорошо и с утра софия показался во всей своей красе во всей своей гиперактивности живости то есть уже все распискал уже облазила все шкафы уже когда я уходила на работу она уже сидела и просто-напросто игра с игрушки с кириллом вот в очередной раз хочу поблагодарить давида за его вклад в здоровье моих детей вот всем посоветовать обращайтесь обязательно давиду он обязательно вам поможет даже если заняты по возможности он всегда отреагирует по возможностям он всегда ответит большое спасибо давиду и всем желаю удачи